Рыбалка Здравствуйте, друзья! Меня зовут Станислав Радзишевский. На нашем телеканале вновь «Главная рыбалка». Уважаемые друзья, я с огромным удовольствием представляю нашего сегодняшнего гостя. Михаил Александрович Киселев. Тренер, хотел сказать, врач национальной сборной команды России по ловле рыбы Большеротова, точнее, Окуня Баса. Ну и вообще в жизни человек замечательный, интересный, начитанный, умный, умеющий говорить на любые темы. Я думаю, что вам в любом случае будет интересно, но особенно важно будет вам сегодня посмотреть и послушать нас, ровно потому что Михаил Александрович пришел в студию как специалист как раз по врачебным, так сказать, делам. Какие-то специальные термины Михаил Александрович будет произносить сам, это удел профессионалов, я же буду пытаться задавать глупые и не очень вопросы, чтобы мы с вами вместе с помощью Михаила Александровича к концу программы понимали, что должно быть в аптечке рыболова. Давайте, может быть, последовательно, начиная с переходного периода зима-весна, в котором мы выходим в эфир, и далее, что называется, по списку. Что должно быть в аптечке рыболова, как правильно оказать первую помощь, на что обратить внимание, и прочее, прочее. Попробуйте такую вот вводную часть сами. Ну, что должен иметь рыболов с собой, как бы, в аптечке первой необходимости? Хорошее настроение. В принципе, да, это хорошее настроение, но прежде всего нельзя забывать то, что рыбалка очень травмоопасный вид спорта, тем не менее. Очень часто люди получают травмы, растяжения, переломы, вывихи, порезы, ожоги. Отморожение, переохлаждение, с этими вещами, конечно, надо бороться. Прежде всего не допускать их. Но, коль скоро такая ситуация складывается, то надо знать просто необходимые вещи, доврачебное оказание помощи человеку, чтобы ему не стало хуже и так далее. Поэтому, в принципе, как бы, что я могу посоветовать в этой ситуации? Аптечка, она должна быть немножко похожа на аптечку водителя. То есть вот берем вот, ну, обыкновенная аптечка водителя. Она очень удобна в транспортировке, не занимает мало места. Не промокаемый чехол. То есть вот мы ее открываем легким движением. Да, и смотрим, что, в принципе, необходимо. То есть это вот стандартная аптечка? Это стандартная аптечка. То есть минимальный набор необходимый рыболову на рыбалке. Все, принимается. А что нужно иметь человеку при себе прежде всего? Часто бывают царапины, ссадины, небольшие кожные повреждения. На которые, на самом деле, никто не обращает рыбалке внимания. Абсолютно никто, хотя это очень опасная вещь. Поскольку через поврежденные кожные покровы очень много проникает микроорганизмов вредоносных для нашего организма. И чтобы себя как-то обезопасить, раньше мы брали обыкновенный йод 5-процентный, жидкий. Сейчас наука двигается вперед. И стали выпускать вот такие вот карандашики йодные. Да, очень удобная вещь. Она очень удобная вещь в том плане. В том плане, что он не бьется, не проливается, ничего. Но при применении йода надо помнить одну неукоснительную вещь. Что сама рана йодом никогда не мажется. Мажется только вокруг раны. Иначе можно получить очень сильный химический ожог. Вы где-нибудь видели человека на рыбалке, который об этом вспомнит? Нет, но это надо помнить. Поранился, и он приложил, отложил и быстрее опять. Это надо помнить. Это надо помнить. Это просто надо помнить. Вот такая простая вещь. Еще что надо иметь при себе, человеку, находящемуся на рыбалке. Обязательно иметь перекись водорода. Самая банальная перекись водорода. Она продается в аптеках сейчас? Она свободно продается в аптеках, без проблем. Она нужна для того, чтобы остановить кровотечение, обработать рану, обеззаразить ее. То есть, сильный порез на царапину Михаила Александрович? Нет, если более глубокий порез, более глубокие кожные повреждения, соответственно, надо обязательно останавливать кровь. Я уже не говорю о крупных сосудах, когда они повреждаются. То обязательно применяется перекись водорода, обрабатывается рано спиртом 70% или спиртосодержащие салфетки сейчас продаются. Вино разбить, да я тебе. Ну ладно, хорошо. Дальше, что еще необходимо? С рыбалки обратно привозится вот столько спирта, потому что куча ранок у человека всегда возникает. Он весь раненый, как с фронта приходит. Это, кстати говоря, пол-литра водки. Прошу прощения. Да. Значит, что еще необходимо человеку в этой ситуации иметь в аптечке? Естественно, вот, стерильные бинты. Угу. Вот, они свободно продаются, они недорогие, поэтому, как бы, они просто необходимы. Согласен, принимаются. Также необходимы такие вещи, как ножницы. Ну, у рыболовов у всех есть либо такие кусики, либо ножнички. Нужно кусики, либо ножнички, да. Именно для того, чтобы что-то там отрезать. Угу. Вот. Если, коль скоро мы заговорили о кровотечениях, как таковых, да, повреждениях кожных покровов и сосудов, то здесь бывают такие вещи, что часто повреждаются крупные сосуды, вены и артерии. Это тяжелая, довольно-таки, травма, поэтому надо здесь быть очень внимательным. И надо уметь отличить венозное кровотечение от артериального. А как его отличить? Значит, при венозном кровотечении... Не будучи специалистом. Кровь из раны вытекает медленно, и она темно-вишневого цвета. Угу. Если повреждена артерия, кровь идет алая и пульсирующей струей. Для этого обязательно надо иметь с собой самый банальный медицинский жгут. Чтобы что? Чтобы остановить кровотечение. Какое? Венозное или... Значит, если мы останавливаем венозное кровотечение, мы накладываем жгут ниже. Вот так, теперь внимание. Еще раз. Если мы видим венозное кровотечение... Это то самое, которое темное. Темное, медленно текущая кровь. Мы жгут накладываем ниже раны. А на руке, вот, предположим, вот здесь рана. Если, допустим, рана на уровне, допустим, так, вот середины предплечья, то жгут мы накладываем где-то вот... То есть ниже ранки. Ниже ранки. По руке, если... По руке вниз. Если это артериальное кровотечение, допустим, ну, где-то вот здесь вот. Ну, там же, в этом же месте. То жгут мы накладываем уже выше. Что значит наложить жгут, Михаил Александрович? Наложить жгут, это взять жгут, плотно его затянуть и завязать. Так посинеет рука. Значит, жгут накладывается обязательно через салфетку. Так. Ну, или тряпку. Или тряпку какую-то. Обязательно под жгут подкладывается записка, где указано время, в какое время наложен жгут. Значит, в зимнее время... Михаил Александрович, ну что же, заранее надо таких понаделать записок, что ли? Ну, бумажка у любого человека есть. Да какой там на рыбалке? Это необходимо для того, чтобы не получить некротические, невозвратные реакции. Некротические, это что такое? Отмирание тканей. Понял. То есть, в зимнее время жгут накладывают не более, чем на полчаса. Потом на 10-15 минут жгут снимается и производится пыльцевое прижатие сосуда. Угу. Потом жгут немножко опускается ниже или выше того места, где он был. Угу. Чтобы в этом месте омертвение как раз и не было. Совершенно правильно. Чтобы нам не получить так называемый краш-синдром, синдром с давлением под жгутом и некроз нижележащих. А и все это время надо уже ехать в больницу, на самом деле? И обязательно либо вызывать специалистов, врачей, либо самому на машине госпитализировать человека. Это необходимо жизненно для пострадавшего человека. Также в этих случаях обязательно надо давать обезболивающие препараты. Угу. Например? Ну, например, возьмем вот самый банальный. Мы сейчас еще к этому вернемся. Да, к нам пришло из советских времен. Это самый банальный анальгин. Ну что, замечательный или хороший? Очень хороший препарат. Единственное, мне не надо просто увлекаться. Угу. Принимать его только тогда, когда он действительно необходим. Угу. Вы не сказали, Михаил Александрович, точнее я не спросил. Зимой это не больше 20 минут? Не больше 30. 30, полчаса. Летом 50-60 минут. То есть до часа? До часа. Но интервал, как бы снятие жгута, он все равно остается тот же. 10-15 минут, чтобы нам сохранить конечность в целости и невредимости. Все. Я запомнил, думаю, и зрители наши тоже. Я тоже на это надеюсь. Дальше. Что у нас еще бывает на рыбалке? Переломы. Переломы. Пальцев, рук, реже ног. Пальцев, рук, реже ног. Ссади на ушибы, понятно, спирт, перекись, йод. Жгут. Еще и зеленка какая-нибудь. Да. Тоже, кстати, выпускается в таких вот упаковках. Да, карандашики тоже делаются. Дальше. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения. Тоже довольно-таки часто травмы, которые сопутствуют такому прекрасному занятию, как рыбалка. Что в этих случаях я бы рекомендовал делать нашим слушателям? Ну, самые простые вещи, это, конечно, ушибы. Здесь, ну, элементарная должна быть помощь оказана, покой, и на место ушиба какой-то холод. Не больше, не меньше, больше ничего не надо делать. Если, допустим, произошла травма, да, какой-то конечности, там, пальца, стопы, голени, то если более тяжелая травма, там сразу что начинается? Отечность. Сразу начинает отекать ниже лежащей части травмы. Ну, вот здесь холодное, насколько я понимаю, нельзя. Значит, холод здесь можно, это первое. Второе. Для этого существует, чтобы когда облегчить состояние пострадавшего, да, опять же принимаем обезболивающие препараты, да, любые, там можно, спазган, спазмолгон, кофетин, пенталгин, то есть, ну, кому что нравится, скажем так. Вот. Дальше. Есть вот такая вот штука, которая называется эластичный бинт. Угу. Значит, если вы уверены в том, что у пострадавшего нет перелома, просто фиксируется. Кстати, как уверенность это приобрести? Уверенность приобретается очень просто. Если у человека есть повреждения костные, то у него появляется резкая боль. Угу. И при, как бы скажем так, при пальпации, да, вот при надавливании в месте травмы, тоже появляется, это болевой синдром, он усиливается. Угу. При растяжении таких вещей не существует. И при растяжении сразу ограничивается, резко ограничивается подвижность в суставе. Угу. При переломах такого нет. Это появляется только после нарастания отёка. Тогда появляется уже ограничение, да, подвижность в суставе. Там проходит где-то, ну, как правило, минут 20-25, полчаса. А при растяжении этот процесс начинает развиваться в течение где-то там 10-15 минут. Поэтому это несложно дифференцировать. И тогда? И тогда накладывается. Насколько плотно? Вот как у девушки на картинке. Ну, примерно так, да. Главное следить за конечностью, чтобы она не изменила свой цвет кожи. Не пожелтела, потом не посинела. Чтобы не посинела, не позеленела. Да. И опять же, что в любом случае госпитализация. Срочно вызывать врача или отвозить пострадавшего в медицинское учреждение для того, чтобы более точно отдифференцировать, поставить диагноз, какой конкретно у человека повреждение. И чтобы уже специалист назначал в данной ситуации какое-то конкретное лечение. Чтобы не запускать это, чтобы не было осложнений. Слушаю вас внимательно, я все равно подозреваю, что абсолютное большинство рыболов предпочтут дождаться окончания рыбалки, только потом обратиться в трампу. А некоторые, кстати говоря, и не обращаются. Да, но это чревато. Это именно чревато осложнениями. Это можно получить ограничения в подвижности конечностей. Это может привести к тому, что человек уже не сможет заниматься рыбалкой. Лучше потерять вечернюю зарю, чем потерять все остальные утренние. Совершенно правильно. Потому что, насколько я понимаю, движение во время рыбалки довольно-таки резкое. А если есть ограничения любой конечности, верхней, нижней, будь то шея, голова, нету, человек лишен делать эти резкие движения, он уже рыбу ловить нормально не сможет. Ну, в общем, да. Ни о каком удовольствии тут речь не сможет. Уже все. То есть, этот человек, он может этот вид спорта или удовольствие вычеркнуть из жизни. Понял. Продолжаем рассматривать аптечку. Продолжаем рассматривать аптечку. Возьмем такие вот часто действительно случающиеся вещи, особенно вот в зимний период. Это отморожение и переохлаждение. Особенно переохлаждение часто встречается ближе к весне, когда уже тонкие леда. Любители подледного лова, они люди, так скажем, не очень осторожные, скажем так. Они все равно идут на лед и получить, ну, в последнем удовольствии, да, вот, в уходящей зиме. И часто проваливаются под лед. Вы будете рассказывать это мне? Да не боже ж мой. Четыре раза. Подо льдом. Слушаю внимательно. Вот. Здесь, опять же, бытует разное мнение о том, какую оказывать первая помощь людям, получившим обморожение или переохлаждение. Там бытует мнение, что если какая-то часть тела переохладилась, да, вот надо срочно его хватать, там, заливать водкой, тащить его в баню из воды, когда его вытаскивают. Это пагубное действие на организме. Это очень ошибочное решение. И с небольшой дозой алкоголя точно так же? Совершенно правильно. Ведь посмотрите, что у нас происходит. Когда человек получает переохлаждение, у нас сосуды резко сужаются. Сужаются? Сужаются. Совершенно правильно. А алкоголь что делает? Расширяет. И правда. Еще более сужает? Изначально первые какие-то там несколько минут он резко расширяет, а потом дает резкий спазм сосудов. И коньяк, и водка. Нет, 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 это относится к вину и водке. Коньяк, да, можно выпить, вот когда человек достают из воды, но первое, что надо сделать, его надо переодеть, его надо переодеть в теплую, сухую одежду. Можно человеку дать выпить грамм 50, ну не более 70 грамм коньяка и как можно больше горячий сладкий чай. И укутывать его в тепло и везти в зависимости от его самочувствия, либо домой, либо опять же в лечебное учреждение. Потому что, ну я понимаю, что уговорить рыбака очень сложно. Да, я все нормально, я уже в порядке. Да, но это опять же, понимаете, я сталкивался с такими ситуациями, когда вроде все нормально, а потом проходит где-то неделя, дней 10, а у человека тяжеленная форма пневмонии. И он уже ложится в больницу на месяц, на полтора, а потом еще и осложнения начинаются. И рыбалка для него, только журналы и наши программы. Совершенно справедливо. Вот то, что касается... К бане, Михаил Александрович, вернется. Охлаждения. Вернусь к бане. Да, баню принять полезно. Но по истечении 4-5 часов. Минимум. Да. Чтобы вся сердечно-сосудистая система, нервная система пришла в норму. Ну да. И она адекватно воспринимала эту процедуру. Потому что... Стресс это серьезный. Естественно. Когда ты проваливаешься под лед, даже на неглубоком месте, и куча народа вокруг, все равно... Все равно. Да, у человека... Дун-дун-дун-дун-дун. Страшный стресс. Поэтому здесь тоже надо все это очень аккуратно. Не надо никогда форсировать события. Уже после того, как достанут человека из холодной воды. Потому что когда он в воде, да, надо спешить. А то можно опоздать. Михаил Александрович, мы не все посмотрели. Да, действительно, мы еще не все посмотрели. Как бы, ну, мы оговорили, так вот, скажем, да, такие вот вещи, как травмы, довольно-таки сложные, да, там, кровотечения, переломы, вывихи, растяжение связочного и мышечного аппарата человека. Ну, мы немножко еще не коснулись обморожения. Угу. Если вернуться немножко, да, назад к зиме, то часто бывает обморожение. И, опять же, бытует, ну, неправильное такое мнение, что обмороженное место надо растирать снегом. Это неправильно. Нет, это повреждение эпидермиса, это микротравмы. Это занесение инфекции подкожной с вытекающими отсюда дальнейшими последствиями. Поэтому в таких случаях, в принципе, тактика должна быть поведение такая же, как при переохлаждении. То есть надо человека поместить в тепло, взять мягкую, очень такую вот теплую какую-нибудь ткань, скажем так, и очень аккуратно растирать поврежденное холодом место. Если площадь большая, то, опять же, его надо, человек, этого срочно увозить либо домой, либо в стационар. В стационаре, понятно, там, да, в лечебном учреждении ему окажут профессиональную помощь. Если там, ну, нет таких больших глубоких тканевых поражений, то есть там есть четыре степени обморожения. Вот первая степень – это когда кожа белеет. Ну, тут можно ещё так. И она, как бы, болезненна. Вторая стадия – появляются такие маленькие пузырёчки на коже. То есть уже, как бы, там весь слой кожи у нас, кожа, состоит из нескольких слоёв. И когда уже повреждается именно сама кожа, дерма так называемая, тогда появляется синюшный оттенок, появляются мелкие серозные пузырёчки такие на коже, и теряется чувствительность. Это уже вторая степень. Слушайте, ещё две. А что же уже хуже-то? Хуже – это когда при третьей степени повреждается, уже начинает повреждаться мышечный слой. А четвёртая степень, ну, она сравнима с четвёртой степенью ожогов. Ну, происходит вот что-то типа обугливания тканей. То есть они промерзают насквозь. Квозь они перестают нести свои жизненные функции, и эта ткань умирает. Всё, Михаил Александрович, на рыбалке до четвёртой степени не дойдём. Вот поэтому… Давайте на первое остановимся. На первое, на второе. Вот то, что чаще всего встречается у нас в быту. То есть первая, да, стадия – это понятно, потихонечку так вот растереть, только ни в коем случае. Ну, по-моему, это уши, нос, руки. Уши, нос, руки, пальцы, да, вот эти. Бывают стопы иногда, да, вот. Ну, это реже, но… Ну, тем не менее, всё это зависит от человека, да, кто как экипируется. Вот, поэтому лёгкое растирание, только ещё раз повторюсь, ни в коем случае никаких жёстких абразивных тканей и материалов. Кстати, ещё могу дать совет из жизненного опыта. Я думаю, что, не открою Америки, самые тёплые места на теле человека – это подмышечные паховые области. Совершенно правильно. В принципе, руки очень легко отогреваются вот в этих местах, но уж, если нет, так и в паху. Да. И вот повреждённое место можно просто намазать какой-то вот, ну, жирной мазью. Угу. Хорошо. Продолжаем разговор. Опять же, делается асептическая повязочка, тёплая, вата, там, какой-нибудь пакет целлофановый, бинтик, всё. Если там более обширные участки какие-то, ну, бывают иногда такие вещи, да, случаются, то такого человека надо обязательно поместить в ванну, но вода должна быть не теплее – 35-36 градусов. Ну, то есть, грубая температура тела. Да. Угу. Лёгкое растирание с мылом его конечностей до тех пор, пока он не почувствует прилив тепла. Лучше, если это сделает любимая жена. Совершенно справедливо, с вами согласен. Вот. И после этого потихонечку добавлять тёплую воду, довести её где-то до 37-38 градусов. Потом тёплое укутывание, чай, немножко коньячку, чай с коньяком и отдыхать. Вот примерно то, что надо делать, такие вот самые банальные, самые простые вещи при переохлаждениях, обморожениях, то, что часто всё-таки у нас бывает. Я понял, Михаил Александрович, природа богата деревьями, камнями, чистой, не очень водой. Есть что-то такое в матушке природе, что мы можем использовать, ну, скажем, вот как раз в весенние, там, первоцветы какие-то. Ну, потерял аптечку, забыл, перевернулся в лодке, утонуло, что-то такое вот. Ну, из первоцветов. Ну, понятно, что там, подорожник какой-нибудь, это всем известно, но, может быть, что-то вы ещё сумеете подсказать. Ну, что можно использовать ещё листья математики, она один из самых первых наших первоцветов. В том числе и антисептик. Совершенно справедливо. Ну, что, подорожник, да, что ещё у нас можно. Ну, листьев на деревьях в это время ещё, как правило, не бывает. Но из первоцветов... Если мы не в Ялте с вами или в Сочи, да? Да, а из первоцветов что у нас ещё? Только дягель и ландыш. Ну, они, как бы, в этих вещах не используются, это более серьёзные препараты из них. А часто дают советы, там, сорвал какой-нибудь только выросший, там, листик, не знаю, травинку, из неё сок выдавил, как-то там прикрыл, не рисковать? Нет, это лучше не рисковать, потому что это чревато аллергическими серьёзными реакциями. Кстати, мы должны ещё сказать, что, естественно, в аптечке ещё должны быть индивидуальные средства. Ну, у кого давление, у кого там, я не знаю, что-то. Совершенно правильно. И плюс, естественно, вот эти вот все... Да, если человек хронически больной, он уже знает, да, что ему надо. Поэтому советы давать я, как бы, не решаюсь, потому что есть такое понятие, да, как врачебная этика, им назначают лекарство врачу, которому... Ну, и здесь мы, собственно, об этом и не говорим. Единственное, что, да, вот рекомендовал бы самый банальный тавигил. Это вот противаллергенный препарат, так называемый антигистамин, который очень хорошо снимает всякие аллергические проявления. И также есть ещё очень хороший, ну, к сожалению, забытый в нашей медицине такой препарат, который называется глюканат кальция. Он является сильнейшим десенсибилизатором, то есть препаратом, который снимает всякие аллергические проявления. Михаил Киселёв уже, к сожалению, был у нас сегодня в гостях. Говорили мы об аптечке рыболова. Понятное дело, что всего охватить мы не смогли. Готовы оба перед вами извиниться, но пообещать, что, ну, скажем так, совсем скоро Михаил Александрович вновь к нам придёт и поделится и последними новейшими разработками в области рыболовной медицины, ну и, собственно, поделится, может быть, каким-то ещё другим жизненным опытом. Каждый раз, когда для вас наступает время главной рыбалки, мы стараемся рассказать о чём-нибудь важном и интересном. Надеюсь, это получилось и сегодня. Счастливо!